Художественный Филипф Шпион по роману Бориса Акунина вошел в пятерку лидеров российского проката. Спустя неделю после премьеры он на четвертом месте. Такая популярность, по мнению критиков, о того, что картина интересна самым разным слоям публики. Внимание! Вышел из троллейбуса. Зрители ждет захватывающая шпионская история. 41-й год Гитлер пытается дезинформировать Сталина. Уловки нашей и чужой разведки, спецэффекты, взрывы, любовь. Все это на фоне большой истории, освещенной заревом грядущей войны. Этот вообще понравился. Обычно все стандартно про войну, а здесь крутые повороты. Есть такие моменты, где можно посмеяться. Мне зацепило то, что наконец-то российский кинематограф начал снимать такие прекрасные фильмы. И еще самое главное, был очень классный состав. Кастинг этого фильма просто замечательный. Играет замечательный артист. Но историкам, скорее всего, картины не придется. По вкусу в фильме много выдуманных моментов и место действий более вымышленное, чем реальное. Москва по генплану 1935 года такой, какой ее хотели видеть, но так и не построили. Есть несуществующее здание, а фюрер разговаривает с подчиненными по скайпу советского времени. Я увидел там вот то, чего не было построено. Дворец съездов, советов, где большая статуя Ленина наверху. Он был в проекции, но его так и не было построено. Там были моменты, где можно было улыбнуться, посмеяться. Я очень рада, что у режиссера, помимо того, что было желание написать фильм о героях Отечественной войны, но еще и рассказать это все с правдивой точки зрения. Возможно, здесь так же много вымысла, как и во многих военных, проверить мы это не можем. За неделю проката только в одном кинотеатре Казани фильм посмотрело более двух тысяч зрителей. В нашем кинотеатре фильм «Чемпион» стартанул 5 числа. За это время он собрал достаточно большое количество зрителей. Фильм будет про Катю еще около двух недель. В кинотеатрах ждут любители военных драм, спецэффектов, звездного состава и добротных отечественных лент. Алина Хусейнова, Айдар Кунафин, Вести Татарстан.